И в продолжении темы о послаблении эпидемиологических мер на территории Ненецкого округа. На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу был принят ряд мер, смягчающих режим повышенной готовности. Наталья Дуркина продолжит тему. Первым вопросом обсудили снятие режима самоизоляции для жителей 65+, так как большая часть вакцинированных как раз приходится на жителей высокого возраста. Активно вакцинированное население округа. На сегодняшний день у нас привито 2240 человек. Закончили полностью вакцинальный курс 1072 человека. И на первом этапе у нас пока 1168 человек. Все вакцину отправляем ежедневно. Сегодня разговаривали с нижней пешей, они сегодня поехали в головоковую. Из-за стремительных темпов вакцинации было принято решение освободить жителей 65+, от режима самоизоляции. Во-первых, люди уже просто измучились на этой изоляции. А во-вторых, полным ходом идет вакцинация. И у жителей совершенно определенно есть выбор. И те, кто хочет, они имеют возможность вакцинироваться. Думаю, что люди старшего возраста даже больше вакцинируются, чем молодежь. Поэтому предлагаю эту норму снять, отменить самоизоляцию для жителей 65+. Следующим вопросом на оперативном штабе по коронавирусу рассмотрели послабление мер для прибывающих в регион жителей и гостей. С начала года губернатору округа поступало большое количество обращений в социальных сетях о том, чтобы снять пост контроля в аэропорту. Снять хотя бы для того, чтобы людей не обязывать жестко каждый раз при перелете привозить эту справку. Многие из них уже прошли вакцинацию, многие жители переболели и имеют антитела. И нет смысла, наверное, держать сейчас пост и создавать для людей лишние препятствия для того, чтобы они перемещались. Таким образом, с 5 марта пост был снят. Однако окружным работодателям рекомендовано допускать на работу сотрудников, вернувшихся из других регионов, при условии наличия справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Это может быть тест ПЦР, справка на антитела или сертификат о законченной вакцинации. Также работодатели могут за счет средств собственного бюджета оплатить тестирование и учесть его в налоговых расходах. Разрешаем проводить культурные мероприятия, массовые мероприятия с наполняемостью залов 50%. Я думаю, что это будет хороший подарок не только жителям, но и прежде всего женщинам к 8 марта. Поэтому всех членов нашего штаба женщин я поздравляю с наступающим праздником 8 марта и желаю не только крепкого здоровья, но еще и любви и счастья. Спасибо большое. В завершении заседания губернатор округа Юрий Бездудный поздравил всех женщин Ленинского округа с наступающим праздником. Наталья Дуркина, Антон Бодряков, Телеканал Север.